здравствуйте ребята сегодня состоится предпоследняя лекция нашего курса теории групп посвящена она у нас будет конечно порожденным абелевым групп и так и сейчас напишу тему сегодняшней лекция конечно порожденные абелевы группу абелевы группы это так сокращенно просто агэ но будет понятно так но прежде чем переходить конечно порожденным абелевым группам я должен доказать еще одну теорему которая касается разложимости конечной группы прямое произведение силовских подгрупп но в прошлый раз я напомню мы доказывали утверждение о том как разлагается конечная пэки у группы где пэки у простые числа в произведения в полупрямое произведение соответствующих силовских подгрупп но сейчас мы рассмотрим когда у нас группа же разлагается в прямое произведение силовских подгрупп и так теорема разложение конечная группа же прямое произведение силовских подгрупп так звучит она так значит пусть же конечная группа тогда силовская подгруппа силовская подгруппа нт большое нормально вже тогда и только тогда когда нп напомню нп у нас обозначало число силовских п подгрупп когда нт равно единик так вот это первое утверждение и так еще раз силовская п подгруппа п нормально вж тогда и только когда нт равно единице и второе утверждение такое Ж раскладывается в прямое произведение силовских подгрупп тогда я только тогда, когда все силовские подгруппы нормальны уже все силовские подгруппы нормальны уже так, ну давайте начнем с части А так, ну заметим, что у нас NP равно 1 равносильно тому, что если мы будем на силовскую P подгруппу действовать с сопряжением то получится эта же силовская P подгруппа понятно почему, потому что если бы получилась бы другая бы силовская P подгруппа при сопряжении тогда бы у нас бы, конечно бы NP было бы не равно единице итак, NP равно единице тогда и только тогда когда при сопряжении элементами X принадлежащим G P подгруппа ну силовская P подгруппа P большое переходит в себя так, это равносильно тому, что раз она переходит в себя значит P в степени X равно P для любого X для любого X ну а понятно, что собственно говоря, это один из критерий нормальности, что при действии с сопряжением подгруппа переходит в себя значит, это равносильно тому, как мы знаем что P нормальная подгруппа в G итак, посмотрите, здесь у нас везде были равносильные переходы значит, и обратные тоже будут верны если P нормальная подгруппа в G то число силовских P подгрупп как раз равно единице так, теперь переходим ко второй части утверждения так, G раскладывается в прямое произведение силовских подгрупп тогда это только так, когда силовские подгруппы нормальны в G итак, пусть порядок группы G раскладывается в каноническое разложение то есть произведение простых множителей P1 в степени K1 P2 в степени K2 и так далее P, S в степени KS значит, здесь P и ты подразумевается попарно различные простые числа P и ты попарно различные и простые так, ну давайте сначала заметим, что силовские подгруппы здесь должны быть P1 большое, отвечающее P1 P2 большое я их сейчас обозначу так P1, P2 и так далее P, S силовские P и ты подгруппы так, давайте сначала докажем достаточность предположим, что все силовские подгруппы нормальны в G так, достаточно пусть P и ты все нормальные подгруппы в G наша цель доказать, что G является их прямым произведением так, ну для этого будем доказывать индукции по S давайте запишем индукции по S ну и в частности база индукции при S равном единице вообще база в этом случае порядок группы G просто будет равен P1 в степени K1 понятно, что группа G в этом случае сама является силовской подгруппой потому что ее порядок является степенью простого числа ну и соответственно мы можем считать, что у нас имеется разложение в произведении силовских подгрупп состоящее из одного со множителя и так, в случае базы индукции здесь все очевидно дальше предположение индукции Итак, пусть для групп G таких, что их каноническое разложение содержит S-1 S-1 простое число таких, что в каноническом разложении участвуют S-1 простых чисел утверждение справедливости утверждение состоящее в том, что если все силовские подгруппы нормальны то в этом случае группа разложится в прямое произведение P1 и так далее P-1 так, ну и докажем для группы G вот как раз вот такого вида у которого каноническое разложение содержит S простых делителей и докажем для G такое, что порядок G как раз равен P1 в степени K1 P2 в степени K2 и так далее P-S в степени KS так, давайте сюда я перейду так, давайте вот что сделаем рассмотрим сначала произведение силовских подгрупп от единицы до S-1 рассмотрим такое произведение P1 P2 и так далее P-S-1 здесь точка означает просто что мы перемножаем как рассматриваем операцию умножения подмножеств в группе G ну и мы с вами доказывали что если мы рассматриваем произведение нормальных подгрупп то полученная подгруппа при таком произведении тоже будет нормальной подгруппой и так это будет нормальная подгруппа в G ну и P-S тоже будет нормальная подгруппа в G по условиям так, ну теперь давайте посмотрим чем вам будет равно их пересечение я утверждаю, что пересечение этих подгрупп П1, П2 и так далее, ПС-1, пересеченное с ПС, состоит только из нейтрального элемента. Действительно, если бы в пересечении лежал бы какой-то элемент, не знаю, А, то его порядок, с одной стороны, по теории Мелагранжа, являлся бы делителем порядка вот этого произведения, то есть являлся бы делителем П1 в степени К1 и так далее, ПС-1 в степени КС-1, ну а с другой стороны, порядок А был бы делителем ПС в степени КС. Итак, одновременно выполняются вот такие условия для любого элемента А, который лежит в пересечении. Так, если А принадлежит пересечению этой скобочки с тревогской подгруппой ПС. Так, ну не так уж много делителей, общих делителей от здесь произведения П1, ПС-1, а здесь ПС, отличный от П1 и ПС-1, простой множитель. Понятно, что единственная здесь возможность, это когда порядок А равен 1. Так, ну и что мы имеем? Давайте посмотрим. Мы имеем следующее, что у нас есть две нормальные подгруппы в Ж, которые имеют тривиальное пересечение. Что нам не хватает, чтобы сказать, что у нас Ж является прямым произведением этих двух подгрупп. Вот этой скобочкой, это первая подгруппа, и вторая группа ПС. Нужно, чтобы группа Ж порождалась произведением этих подгрупп. То есть любой элемент Ж раскладывается в виде элемента, произведения элемента из этой подгруппы на элемент из этой. Давайте просто оценим, какой у нас будет порядок произведения, скажем, силовских подгрупп, П1 умножить на П2 умножить на ПК. Давайте оценим вот такой порядок. Ну, понятно, что я хочу доказать, что это произведение как раз будет иметь порядок П1 в степени К1 на ПК в степени, давайте я напишу здесь И лучше, на ПЛ в степени КЛ. Ну, давайте опять же по индукции рассуждать. Если мы захотим найти порядок такого произведения, вот этой подгруппы, в случае, когда у нас один множитель, это очевидно будет, П1 в степени К1. Допустим, для Л минус 1 множителей мы доказали, что это будет произведение П1 в степени К1, ПЛ в степени КЛ минус 1. Но тогда мы можем записать, что произведение, порядок произведения П1 и так далее, ПЛ минус 1 умножить, можно здесь скобочки даже поставить, умножить на ПЛ. Это будет, по утверждению, которое было доказано в прошлой лекции, это будет порядок П1 и так далее, умножить на ПЛ минус 1, умножить на порядок ПЛ и разделить на порядок пересечения, в этой скобочке ПЛ. Мы только что доказали, что пересечение вот такого произведения с ПЛ состоит только из нейтрального элемента. Значит, здесь будет у нас единочка. Итак, предполагая, что у нас предположение индукции для этого произведения выполнено, то есть порядок такой будет равен произведению П1 в степени К1 до ПЛ минус 1 в степени КЛ, мы получаем, что это все будет как раз у нас П1 в степени К1 и так далее, умножить на ПЛ в степени КЛ. Ну а тогда, возвращаясь к тому, какой у нас порядок будет иметь произведение этих двух подгрупп, понятно, что это будет как раз порядок Ж. Итак, отсюда мы получаем порядок П1 умножить и так далее на ПС минус 1 умножить на ПС, вот так вот, такое произведение мы считаем, это будет просто порядок Ж. Ну и значит, это произведение совпадает с Ж. Итак, все условия из определения прямого произведения подгрупп выполнены, и отсюда следует, что группа Ж есть прямое произведение вот этих двух подгрупп, П1 и так далее, ПС минус 1, прямое произведение с ПС. Ну остается вот к этому произведению, которое здесь написано, которое тоже является подгруппой в группе Ж, причем, которое применимо предположение индукции, потому что порядок этой подгруппы будет иметь С минус 1, простое число в каноническом разложении. Мы получаем, что вот эта вот у нас подгруппа, она является прямым произведением силовских подгрупп от П1 до ПС минус 1. Сейчас я могу написать по предположению индукции, что это будет П1 на П2 на ПС. Так, достаточно мы с вами доказали. Итак, если у нас все силовские подгруппы нормальных Ж, то в этом случае группа Ж раскладывается в прямое произведение силовских подгрупп. Еще раз, как мы это сделали? Мы показали, что вот эти две подгруппы будут нормальных Ж, к этому произведению мы применили предположение индукции, соответственно, оно будет раскладываться в прямое произведение силовских подгрупп. Ну и таким образом, ну а здесь мы просто по определению проверили, что эти подгруппы нормальны, что пересечение их тривиально, и что группа Ж есть произведение соответствующих двух подгрупп. Так, ну теперь давайте докажем необходимость. Пусть группа Ж раскладывается в прямое произведение силовских подгрупп. Часть B Необходимость Пусть опять же порядок G равен P1 степени K1 P S степени KS Соответственно у нас подгруппы силовские P1 и так далее, PS имеются у нас в группе G Так И мы хотим доказать, что если у нас в группе G есть прямое произведение P1 и так далее на PS силовских подгрупп то все силовские подгруппы нормальные Все следует ПОИТ и нормальный Давайте вспомним определение что означает, что у нас группа G является прямым произведением подгрупп Собственно говоря, это как раз означает что у нас те подгруппы, которые участвуют здесь вот в прямом произведении они все должны быть нормальными Значит, все силовские подгруппы нормальны Все силовские подгруппы нормальны же Ну, а собственно говоря и в части A можно утверждать в том случае что каждая силовская подгруппа здесь встречается каждая силовская P1 и T подгруппы встречается в точности в единственном числе То есть в этом случае N P1 равно единице Кроме того, еще по условию Силовская подгруппа единственная будет в этом случае для каждого P1 Так, ну вот, собственно говоря что я хотел рассказать сегодня о дополнении, так сказать к теме теоремы Силова Значит, эта теорема такая структурная Ну, замечание здесь такое важное Давайте посмотрим Допустим, у нас это условие выполняется И G является прямым произведением силовских P подгрупп P и T подгрупп Это условие выполняется Давайте посмотрим А что в этом случае будет какой вид будет иметь автоморфизм и группы G Значит, можно заметить что автоморфизм должен переводить силовскую подгруппу в силовскую подгруппу потому что автоморфизм группы всегда сохраняет всегда сохраняет порядок подгруппы Но у нас в этом случае каждая силовская подгруппа Единственное, получается что каждая P и T должна переходить сама в себя Итак, любой автоморфизм группы G должен каждую компоненту P и T переводить в себя Ну и отсюда понятно что группа автоморфизмов А вот G Вот в случае, когда группа G раскладывается в прямое произведение своих силовских подгрупп это будет тоже прямое произведение Это будет АУП1 умножить на АУП2 и так далее умножить на АУПС Итак, в тех случаях когда у нас G раскладывается в прямое произведение силовских подгрупп мы можем сразу соответствующую теорему перенести и на группу автоморфизмов G Она тоже будет раскладываться в прямое произведение группы автоморфизмов соответствующихся множителям Вот такое вот замечание Так, ну а теперь мы можем все, что касается силовских подгрупп стереть с доски и перейти уже к новой теме А новую тему я уже написал на доске конечнопорожденные Абелева группы подав落 в них Абелева группов все, что я выступалoso все, что я выступал подавлены так далее Продолжение следует... Итак, определение. Группа G1 умножить на G2 умножить на Gn, такое прямое произведение рассмотрим, называется конечнопорожденной. Абелевой группой. Давайте в дальнейшем будем писать просто A и G. Конечно, порожденной Абелевой группой, если те же и те, циклические группы. Циклические группы. Скобочка давайте запишем. Возможно бесконечного порядка. Возможно бесконечного порядка. Так, ну понятно, например, что если у нас G и Т, техническая группа, порожденная Аитом, то вот у такого прямого произведения, конечно, можно указать систему порождающих элементов, и она у нас будет такая. Я сейчас напишу «система порождающих элементов». Она будет иметь такой вид. Например, на первом месте мы поставим А1, а дальше нейтральные элементы. Это первый элемент. Дальше Е, А2, Е и так далее. Ну и так далее. Последний такой порождающий элемент можно взять АМ. Значит, очевидно, что вот перемножая вот такие элементы, можно получить все элементы нашей группы же. То есть наша группа действительно конечного порождена. Так, ну сразу хочу сказать, что в дальнейшем мы, поскольку группы Абелевы, будем использовать не мультипликативную символику, а аддитивную. То есть в этом случае мы будем писать не G1, G2, Gn, а прямую сумму G1 плюс G2 и так далее плюс Gn. Ну и сами циклические группы удобно в этом случае писать, соответственно, Zn в случае конечного порядка циклической или Z в случае бесконечного порядка. Итак, операция у нас будет сложение. Нейтральный элемент будет 0. Ну и, так сказать, вместо понятия, например, А в степени n вместо кратного будет у нас просто n умножить на А. В случае потому, что у нас операция сложения. Соответственно, если мы n раз сложим элемент А сам с собой, получается уже не степень элемента А, естественно, а кратный элемент А. Так, дальше такое важное замечание. Среди вот таких вот конечного порожденных групп, конечно, могут быть и заморфные. Вот самый простой пример, наглядный. Пусть у нас m и n взаимно простые числа. Нод mn равен 1. Тогда можно рассмотреть группу Zmn, такого произведения двух взаимно простых чисел, такого порядка. И я утверждаю, что она будет изоморфна. Zmn плюс Zn. Итак, в этой группе, в левой, у нас классы вычетов по модулю mn, а здесь у нас классы вычетов, соответственно, в первом слагаем по модулю m, во втором по модулю n. Как устроен изоморфизм? Понятно, что можно просто указать явно, как действует изоморфизм на порождающих элементов. Давайте запишем так, что элементу единицы по модулю mn соответствует 1 по модулю m, пара такая 1 по модулю m. Итак, действительно, вот этот элемент 1,1, пара из единиц, это будет порождающий элемент Zmn плюс Zmn. И давайте посмотрим. Если мы возьмем соответствующие кратные порядка k, что мы получим? У нас получится справа просто k по модулю m, k по модулю m, поскольку мы просто пару 1,1 складываем в само собой k раз. Ну и в каком случае такая пара даст нам пару 0,0? Очевидно, первый такой случай возникнет, когда у нас k наименьшее положительное число, которое одновременно делится на m и n. Тогда, если у нас k делится на m и n, у нас будет k сравнимо с нулем, и здесь, и здесь k будет сравнимо с нулем. И по модулю m, и по модулю n одновременно. Какое число, которое одновременно делится на m и n является наименьшим? Ну, понятно, что в силу того, что у нас m и n взаимно просты, то у нас просто получится, что таким элементом как раз является m на n. Итак, наименьшее общекратное число m и n. Это можно написать произведение m на n делить на n. Вот это как бы общая формула, которая связывает между собой нок и нот двух натуральных чисел. Ну, а так как у нас нот равен единице, получается просто m умножить на n. Итак, я показал, что эта группа zn плюс zn является циклической, ну и изоморфизм, так сказать, понятно, установлен тем, что мы явно, так сказать, порождающий элемент перевели в порождающий элемент. Так, дальше давайте дадим важное определение. Определение независимой системы элементов. Итак, пусть а, а белевая группа, системы элементов а1, а2 и так далее, а, n называется независимой системы элементов а1, а2 и так далее, а, n ну, разумеется, что а, и, ты принадлежа в группе а, называется независимой, если из условия z1, а1 плюс z2, а2 и так далее, плюс zn, а, n равно нулю, где z и t принадлежат z, то есть целые числа, следует, что все z и t равны нулю. z и t равны нулю. То есть, когда мы рассматриваем целочисленную, как бы, линейную комбинацию элементов а1, а, n, приравниваем к элементу 0, к нейтральному элементу в нашей группе а, то оказывается, что все коэффициенты целочисленной линейной комбинации обязаны равняться нулю. Да, мы говорим, что эта система называется независимой системой. Так, ну, теперь мы следующее определение запишем. Независимая система а1 и так далее, а, n, элементов а называется базисом в а. Так, независимая система элементов а1, а, n, элементов группы а называется базисом в а. Если а порождена эта система. а1, а2 и так далее, а. Ну, а что значит порождена этими элементами? Значит, любой элемент а представим в виде целочисленной линейной комбинации элементов а1, а2, а, n. Запишем замечание. Любой элемент а, принадлежащий а, представим в виде, в этом случае, если так напишем, а будет равно z1, а1, плюс z2, а2, плюс z, n, a, n. Здесь запишем, опять же, у нас целые числа. Запишем, запишем, принадлежат z. Ну, и, естественно, это можно записать так, как мы расписывали координаты относительно базиса. Можно это записать так, что строка а1, а, n, наш базис, умножается на столбец координат z1, z2, и так далее, z2. Итак, можно сказать, что каждый элемент а в этом случае раскладывается по базису. Ну, и причем, можно сказать, что такое разложение будет у нас единственным. Такое разложение у нас будет единственным, поскольку у нас независимая система элементов а1 и так далее, а, n. Так, следующее замечание касается того, что, на самом деле, не все, конечно, порожденные абелевы группы имеют базис. Давайте запишем. Замечание 2. Не во всех. Конечно, порожденные абелевы группы есть базис. Ну, вот давайте рассмотрим группу zn. Вот в ней базиса нет. Не нравится. Ну, понятно, что zn-то порождается элементом единицы, но единица, к сожалению, не образует независимую систему. Почему? Потому что из условия n на 1 равно нулю не следует, что n равно единице. Не следует, что n равно нулю. Видите, у нас, когда мы говорим о независимой системе, если у нас есть линейная комбинация равна нулю, то коэффициенты линейной комбинации должны быть обязательно нулевые. А если мы напишем n на 1 равно нулю, ну, здесь n-то не обязана равняться нулю. И так получается, что у нас такие вот группы, как zn, конечные циклические группы, на самом деле базиса не имеют. Так, ну, а теперь важное определение. Если Абелева группа g имеет базис из n элементов, e1, e2 и так далее, e, давайте обозначать базис так, как мы его обозначали в линейной алгебре. Итак, имеет базис из n элементов, e1, e2, e, то А называется свободной свободной Абелевой группой ранга n. Итак, в данном случае как бы ранг является аналогом понятия размерности. Вот в линейном пространстве у нас единственной существенной характеристикой пространства была размерность. Ну, а здесь в случае конечно порожденных свободных Абелевых групп, то есть групп, обладающих конечным базисом, единственной существенной характеристикой является понятие ранга. Итак, если Абелева группа g имеет базис из n элементов, то она называется свободной Абелевой группой ранга n. Так, ну и давайте сразу опишем такие вот группы, покажем следующее утверждение. Как себе представлять свободной Абелевой группы? Утверждение 1. Свободная Абелева группа g ранга n изоморф на z в степени n. Ну, а z в степени n напишу это z плюс z плюс z Вы же договорились, что у нас операция сложения, поэтому z в степени n вам существует n экземпляров группы z, которые у сложились с собой с помощью операции прямой суммы. Так, доказательства. Ну, опять-таки, воспользуемся тем, что у нас есть базис в этом случае. Значит, пусть e1, e2 и так далее e базис g тогда любой элемент x из g допускает разложение по базису, причем единственное. Так, x соответствует разложению вида e1, e, n на x1, x2 и так далее x, где x и t принадлежат z. Так, ну, я утверждаю, что вот это соответствие оно как раз z-линейно, то есть паре x1 плюс x2 если элементу x соответствует столбец координат, то элементу x1 плюс x2 соответствует сумму соответствующих столбцов. Давайте я напишу не x1, x2, а x плюс x штрих. Соответственно, будет x1 и так далее, xn плюс x1 штрих и так далее, xn штрих. Ну, а очевидно, из того, что мы x разложим вот в таком вот виде, x штрих разложим, сложим их, воспользуемся дистрибутивностью для матриц и получим сразу, что вот сумма столбцов как раз даст нам столбец координат для x плюс x штрих. Ну и соответственно, если мы возьмем какое-то число z, принадлежащее кольцу целых чисел, то zx будет отвечать столбец zx1 и так далее, zx. Итак, соответствие, которое мы установили, действительно z линейно. Это раз. Ну и оно, собственно говоря, является изоморфизмом нашей группы g на группу z. Почему здесь взаимнооднозначность наблюдается? Ну, в силу того, что координаты вектора x относительно данного базиса определены однозначно. Но это доказывается так же, как в линейных пространствах. Я думаю, это легкое упражнение для вас проверить, что координаты каждого элемента определены однозначно. Так, дальше, поскольку мы заговорили о свободных абелевых группах, естественно, вспомнить, что в случае свободных групп ранга n у нас было такое свойство универсальности. Мы говорили о том, что мы можем отобразить на произвольные элементы группы g, абстрактные группы какой-то, свободную группу, порожденные свободными порождающими элементами f1, fn, так что p от f и t равно, например, g и t. Вот спрашивается, такое вот свойство универсальности для свободных абелевых групп выполняется или нет? Ответ — да, выполняется. Сейчас я это свойство универсальности сформулирую. Так, давайте здесь напишем утверждение 1, предыдущее, а следующее будет у нас утверждение 2. Так. Итак, пусть же свободная абелева группа с базисом e1 и так далее, e. Свободная абелева группа ранга n. Ранг как раз равен числу базисных элементов. Так, пусть теперь a — произвольная абелева группа. и a и t принадлежат a, e равно 1 и так далее n. a и t — произвольный элемент n. Тогда существует единственный гомоморфизм φg в а такой, что φ от e и t равно a и t. Итак, e и t у нас лежат в g, а и t лежат в а. Итак, мы говорим, что существует единственный гомоморфизм φ, отображающий базисные элементы в элементы a и t. Ну, давайте это докажем. Вот это как раз и есть свойство универсальности. Доказательства. Ну, давайте просто явно зададим φ на произвольном элементе из нашей группы g. Произвольный элемент можно представить себе так, что это будет g, принадлежащий g. Это будет просто e1 и так далее, e, n на столбец g1 и так далее, g. Произвольный элемент группы g раскладывается по базису e1, e, ну, с какими-то целочисленными координатами g1, g. Итак, такому элементу g давайте сопоставим сумму г, ну, опять-таки, легко проверить, что это соответствие сохраняет операцию сложения и сохраняет операцию взятия противоположного элемента. Значит, это у нас гомоморфизм дальше мы можем заметить что у нас куда перегон переходит базисные элементы базисный элемент это когда здесь у нас столбец имеет вид одна единичка остальные все элементы равны нулю так понятно что из такой столбец мы возьмем 1 единичка остальные элементы равно нулю то здесь справа у нас получится просто какой-то элемент а если единичка стояла на этом месте и так понятно что в это условие я вам не записано фи от яитое равно а это и как раз для такого отображения выполняется и так отображение очевидный гомоморфизм фи от яитое равно это осталось доказать только единственность такого отображения почему она единственная единственно вот почему потому что если мы знаем куда отображаются базисные элементы то в силу того что у нас любой элемент группы раскладывается по базису понятно что и образ каждого элементом тоже тем самым определён однозначно и так условия вот это вот звездочка однозначно определяет значение фи на всех элементах нашей группы же значит такой гомоморфизм фи единственный так ну и такое замечание замечание а если добавок как к тому что было у нас элементы группе а выбраны так что они порождают группа и так если добавок наша группа а порождена элементами а1 а2 и так далее а то понятно что в этом случае гоморфизм фи в этом случае будет очевидно сюрреективен так да фи сюрреективен понятно что вот множество вот таких вот элементов когда же это пробегают z каждой же это пробегает z но это будет так сказать множество всех элементов группе а то есть образ фи в этом случае совпадается и так фи сюрреективны ну и тогда по основной теореме о гоморфизмах по отбе что мы будем отсюда иметь отсюда будем иметь следующее что а в этом случае будет изоморфно g по кернолке и так вывод который мы должны сделать любая конечно порожденная абелева группа является фактором свободной абелевой группы доказали что в этом случае любая конечно порожденная абелева группа есть фактор свободная абелева группа или является гомоморфным образом просто фактор группы это что же самое что гомоморфные образы гомоморфные образы свободной абелевой групп так свое время когда мы говорили о линейных пространствах мы доказывали такое утверждение что в линейном пространстве всегда базисы между собой равномочны в случае конечно мерных линейных пространств мы говорили что два линейных пространства изоморфны тогда и только тогда когда их базисы содержат одинаковое количество векторов иначе говоря размерности у пространств равны вот так аналогичное утверждение равномочности базисов справедливо и для свободных абелевых групп давайте сейчас это утверждение докажем уже более серьезное утверждение я его сформулирую в виде теоремы и так пусть же свободная абелева группа уже свободная абелева группа тогда все ее базисы равномочны так давайте запишем доказательства от противного и так пусть у нас есть два базиса которые между собой не равномочны то есть в одном базисе будет больше векторов чем другом так пусть е 1 когда ли е н и и и f1 и так далее fk базисы уже и пусть для определенности к больше чем и понятно что если мы говорим что у нас два базиса неравномочны значит в одном из них должно быть элементов больше чем другом вот предположим что к больше без ограничения общности так ну что мы можем сделать мы можем тогда составить матрицу перехода давайте запишем тогда у нас с f1 так далее fk равно е 1 так далее е н умножить на с где с умножить множество матриц размера n на к понятно почему то что здесь нужно чтобы строка длины n могла быть умножена на столбец в матрице с значит первый индекс должен обязательно тоже n так и так с матрица размера n на к коэффициентами из такая вот целочисленная матрица так дальше давайте вот что сделаем рассмотрим систему рассмотрим систему с x равно нулю значит я буду теперь считать что с у нас умножить n n на к от к понятно что целочисленная матрица можно считать и матрицей лежащего в таком кольце почему потому что у нас понятно что целые числа содержатся среди рациональных числа ну а для нас важно в данном случае то что q у нас это все-таки поле а мы с вами знаем что если у нас есть вот такая система с x равно нулю и мы ищем как раз решение x принадлежащее z в степени к ну опять таки мы можем начать с того что мы поскольку мы рассматривали с вами системы над полем когда у нас искали с решением систем которые которые принадлежат какому-то соответствующему линейного пространства над полем то мы можем опять таки начать начнем с x принадлежащих q в степени к сколько q все-таки у нас это ли это поле и мы рассматриваем так сказать решение из линейного пространства над полем q так что можем сказать если у нас с матрица размера n на к то и у того что к больше чем n то есть число неизвестных системе больше числа уравнений число неизвестных системе больше числа уравнений значит существует не нулевое решение заследует что существует не нулевое решение x 0 принадлежащая к степени к дальше смотрите у нас будет какой-то столбец содержащий к рациональных чисел понятно что мы можем взять общий знаменатель этих рационных чисел если мы x 0 умножим на этот общий знаменатель то у нас в этом случае все так сказать дроби стал просто станут просто целыми числами и так давайте запишем умножая при необходимости x 0 на общий знаменатель рациональных чисел входящих в x 0 умножая при необходимости x 0 на общий знаменатель рациональных чисел входящих в x 0 мы можем считать что у нас, здесь напишу умножаем общий знаменатель, можем считать, что x0 на самом деле принадлежит z в степени k. Итак, если есть у нас рациональное решение системы с x равно 0, то найдется и целочисленное решение, то есть x0 будет в этом случае принадлежать z в степени k. Так, и как мы это теперь используем? Давайте рассмотрим то равенство, которое у нас было, в котором s — это матрица перехода от байса к байсу, и справа домножим на столбец x0. Что мы получим? f1 и так далее fk умножить на x0 будет равно e1 и так далее en умножить на s и умножить на x0. Итак, я обе части этого равенства домножил справа на x0. Но поскольку у нас sx0 равно 0, у нас же x0 — решение этой системы, это у нас 0. То справа получится 0. Итак, мы сказали, что у нас есть целочисленная линейная комбинация, целочисленная, потому что x0 теперь у нас принадлежит z в степени k, целочисленная линейная комбинация векторов f1 и fk, которая равна 0. Но это, в случае, когда у нас эта комбинация нетривиальная, означает, что система f1 и fk не может быть базисом, потому что она оказывается зависимой. Итак, давайте запишем. Отсюда следует, что система f1 и так далее, fk зависима, а следовательно, не базис. Итак, предполагая, что у нас есть два базиса разной мощности, мы доказали, что в том базисе, в котором больше у нас элементов, эти элементы обязательно будут зависимы, а значит, базисом уже не является. Вот так от противного мы доказали вот эту теорему 1. Так, ну теперь наша цель — установить, как можно переводить один базис в другой, то есть каким свойством обладают матрицы перехода от базиса к базису. Теперь, конечно, мы уже можем пользоваться тем, что у нас любые два базиса в свободной абелевой группе, что они обязательно равнобошны. Итак, теорема 2. Итак, пусть опять же же свободная абелевая группа с базисом e1en и с базисом f1 и так далее. То есть вот имеется два базиса f1en и f1fn. Так, давайте немножко иначе. Напишем. Спайсов один. Так. Тогда система f1 и так далее fn в базис g, система f1fn в базис g, тогда и только тогда, когда f1 и так далее fn равно e1 и так далее en умножить на s, где s – целочисленная матрица с детерминантом s, принадлежащим множеству плюс-минус 1. И так утверждается, что система f1 и fn является базисом свободной абелевой группы. Тогда и только тогда, когда матрица перехода от e к f в этом случае – целочисленная матрица с определителем, равным плюс или минус единиц. Так, доказательства. Давайте сначала необходимость. Итак, пусть f1 и так далее fn – это базис g. Тогда действительно мы можем записать, что у нас f1fn выражается через e1en с помощью матрицы перехода s. Давайте напишем f1fn равно e1en умножить на s. Ну и обратно мы можем не только базис f выразить через базис e, но и базис e тоже выражается через базис f. И одновременно e1 и так далее en будет f1 и так далее fn умножить на какую-то матрицу перехода t. Так, ну что можно сделать теперь? Давайте вот сюда вместо системы f1fn я подставлю произведение e на s. Тогда мы получим, что e1 и так далее en равно e1 и так далее en умножить на s и умножить на t. Итак, мы видим, что базис раскладывается по базису с помощью какой-то матрицы st. Ну, я думаю, все вы знаете, как один базис раскладывается по другому базису с помощью какой-то матрицы. Понятно, что эта матрица должна быть единичной. И так отсюда следует, что st на самом деле это единичная матрица. То есть базис по базису, самому этому же базису можно разложить только единственным способом с помощью единичной матрицы. Ну и аналогично t, s будет равно e. t, s будет тоже равно e. Ну и таким образом, что мы можем сказать? Что матрицы s и t будут в этом случае взаимно обратны. t будет равно s минус 1, это раз. Во-вторых, если мы перейдем к определителям, мы получим, что определитель s умножить на определитель t равен 1. Поскольку у нас матрицы s и t являются целочисленными, и произведение их определителей равно единице, то отсюда понятно, что определители, собственно говоря, сами являются целыми числами. В силу того, что матрицы обратимы, понятно, что здесь у нас определители у нас невырождены. Ну и таким образом, какие могут быть невырожденные определители s и t, произведение которых равно единице? Единственная возможность только это, когда они равны плюс или минус единице. Итак, отсюда следует, что определитель s и определитель t принадлежат множеству плюс-минус 1. Никак иначе мы произведение двух, скажем так, ненулевых целых чисел, которые дает единицу, мы получить не можем. Итак, необходимость тем самым доказана. Так, теперь давайте докажем обратное. Часть B. Достаточность. Итак, пусть у нас f1, fn равен е1 и так далее, еn умножить на 1, где s, колочисленная матрица и определитель s принадлежит множеству плюс-минус 1. То есть, определитель s равен либо единичке, либо минус единичке. Так, наша цель доказать, что на самом деле f это тоже базис. Давайте вот что заметим. Первое, что мы называем, это следующее. Наша группа g порождается элементами f1 и так далее, fn. Почему? Потому что мы знаем, что наша группа g порождается элементами е1, еn, в силу того, что это базис. Так, а можем ли мы из того, что каждый элемент раскладывается по базису е1, ен, сказать, что каждый элемент раскладывается по базису f1, fn? Да, можем, потому что на самом деле из того, что мы имеем, следует, что е1 и так далее, еn будет равно f1 и так далее, fn на s минус 1. То есть, если у нас s целочисленная матрица, определитель равен плюс-минус единице, то понятно, что существует обратная матрица, и обратная матрица тоже будет целочисленной. Понятно почему, потому что вспомните формулу для обратной матрицы. Она начинается с того, что единица делит на определитель s, а дальше идут алгебраические дополнения внутри матрицы. Алгебраические дополнения, понятно, что выражаются исключительно целыми числами, а единица делит на определитель s, в силу того, что определитель s принимает значение плюс-минус единицы, тоже будет, естественно, либо единица, либо минус единица. Так, мы можем сказать, что у нас каждый элемент базиса Е представляется в виде линейной комбинации векторов базиса Е. Векторов F1, Fn, пока мы еще не знаем, что это базис. И в силу того, что у нас каждый элемент А раскладывается по векторам Е1, Еn, понятно, что по векторам F1, Fn тоже разложение существует. Ну, грубо говоря, элемент Е1, Еn на А1 и так далее, Аn, как вот такой элемент, помалое, будет раскладываться по элементам F1, Fn. А вот так и будет раскладываться. F1, Fn на S-1 на А1, Аn. Ну, вот это как раз и означает, что раз произвольный элемент А из нашей группы раскладывается по векторам F1, Fn, значит, наш же порождается этим элементом. Так, ну и осталось доказать что? Что вот эти элементы F1, Fn, что они независимы. Тогда это будет действительно базис. С одной стороны, группа G порождается этим элементами, осталось доказать, что они независимы. Так, ну давайте опять же предположим, что какая-то целочисленная линейная комбинация их дает 0. Значит, пусть F1 и так далее, Fn на Z1, Z2 и так далее, Zn равно 0. Наша цель показать, что все Z иты в этом случае могут быть только нулевые. То есть это линейная комбинация тривиальная. Так, ну давайте посмотрим вот на что. У нас это равносильно тому, что E1 и так далее, En умножить на S на Z1 и так далее, Zn равно 0. Так как у нас E1, En это базис, а базис независимая система, значит, вот этот столбец S, Z, он обязан быть каким? Обязан быть нулевым. Так отсюда следует, что S на Z1 и так далее, Zn равно 0. Ну а поскольку S у нас не выраженная матрица, у нее существует обратная, то понятно, что в этом случае потерями крамора Z1, Zn — нулевой столбец. И так отсюда следует, что Z1, Zn равно 0. Итак, мы показали, что если какая-то линейная комбинация элементов F1, Fn равна 0, то это только тривиальная линейная комбинация. Но это, собственно говоря, означает, что F1, Fn — независимая система. Следует, что система F1, Fn независимая. Ну а раньше мы показали, что она порождает G, значит, это действительно базис. Итак, достаточность тоже доказана. Если у нас в системе векторов F и E связаны вот такой вот матрицей S целочисленной с определителем плюс-минус единицы, то обязательно в этом случае S является матрицей перехода к некоторому новому базису. Так, ну и обращаю внимание вот такое замечание после всего этой, всей этой теоремы. Множество таких матриц, возможных матриц перехода, на самом деле образует группу. Замечание. Множество целочисленных матриц, целочисленных матриц S, таких, что определитель S принадлежит плюс-минус единице, это группа. Легко проверить по критерию, скажем так, подгруппы. Если вы две такие матрицы перемножите, понятно, что произведение целочисленных матриц будет целочисленной матрицей. Обратную тоже легко посчитать, она тоже будет целочисленной, так сказать, по формуле для обратной матрицы. Итак, это множество замкнуто относительно произведения и относительно взятия обратного элемента. Значит, действительно, это группа. Так, ну, эта группа обозначается так. Эта группа обозначается G, L, N, от Z. Ну, N указывает порядок матриц. Значит, обращаю внимание, что раньше мы говорили, что когда здесь указано было какое-то поле G, L, N, от F, это было множество невырожденных матриц, у которых элементы принадлежат данному полю. Но здесь у нас Z — это не поле. И вот G, L, N, Z обозначает совсем другой смысл. Это не множество всех матриц с ненулевым определителем, а именно таких матриц, у которых определитель равен плюс-минус единиц. Целочисленных матриц именно вот с таким определителем. Вот, хотя обозначение вроде бы такое же, как вот раньше мы были рассматривали именно матрицей с ненулевым определителем. Вот, имеете в виду. Так, ну, еще такое замечание. Значит, здесь есть в G, L, N, от Z А в G, L, N, от Z имеется система так называемых элементарных матриц. Элементарных матриц. А именно, матрицы следующего типа называются элементарными. Во-первых, A — матрица вида E плюс A на E и G, где A — целое число. Ну, понятно. Где-то на месте вне главной диагонали стоит элемент A. По главной диагонали стоят единички, а все остальные элементы равны нулю. Так, дальше. Диагональные матрицы. D равны диагонали, в которых стоят плюс-минус один, плюс-минус один, плюс-минус один на главной диагонали. Ну, в частности, например, вот такая может быть матрица. D и это, когда все равны единичке, а на итом месте стоит минус один. А дальше тоже все единички. Понятно, что такая матрица будет иметь определитель равный минус единице. диагональная матрица D и этоя. Так, ну и V. такая матрица, при умножении на которую две строки поменяются местами. Давайте такую матрицу нарисуем. Допустим, наша цель поменять местами и ту и житую строчки. Я здесь напишу и та и житая, и здесь тоже и та и житая строчки. Понятно, что здесь по главной диагонали нужно поставить нули, в этом случае. Здесь поставить единички. Ну и дальше по главной диагонали одни только единицы. Итак, еще раз. По главной диагонали единицы, кроме места и, 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 где стоят нули, здесь стоят единички. Ну, а остальные все элементы равны нулю. Так, ну вот, полезно такое упражнение доказать, что вот такие вот матрицы, которые я здесь написал, они на самом деле порождают группу Желлендзе. Упражнение. Проверить, что эти матрицы порождают порождают нашу группу Желлендзе. Иначе говоря, перемножая такие элементарные матрицы, можно получить любой элемент этой группы. Как произведение вот указанных матриц. Так, ну, а дальше следующая теорема, она у нас будет касаться описания подгрупп свободной Абелевой группы. Не самая привязанная теорема, сразу скажу. Но она важна в плане того, как устроены подгруппы свободной Абелевой группы. Ну, как устроена, здесь что-то якутство , М3 Так, пусть же свободная Абелева группа ранга N H под группой G Тверждается, что H тоже является свободной Абелевой группой, ранг которой не превосходит N Тогда H свободной Абелевой группы ранга меньше либо равного N Доказательства Доказывать будем индукции по N Ну и начнем со случая базовой индукции Самой тривиальной, когда N равно 0 В этом случае понятно, что за группа ранга 0 Когда нет вообще никакого базиса Значит, в этом случае у нас G равно H и равно 0 Ну здесь доказывать нечего У нас H просто в этом случае обязана совпадать с G Как подгруппа А группа G состоит только из одного элемента 0 Можно сказать так, что подгруппа Состоящая только из нейтрального элемента Так, дальше предположение индукции Пусть для группы G ранга меньше Ранга Давайте напишем N минус 1 Утверждение справедливо И докажем для группы G ранга N И докажем для группы G ранга N Ну что означает, что G свободная Абелева группа ранга N Значит, у нее есть базис из N элементов Итак, пусть G порождается элементами G1, G2 и так далее Gn Система G1, Gn это базис Так, давайте рассмотрим подгруппу Порожденную элементами G1, G2, Gn минус 1 Итак, рассмотрим подгруппу G1 равную G1, G2, Gn минус 1 Скажем так, аналог линейной оболочки Из N минус 1 элементов Так, и рассмотрим H1 это H пересеченное G1 Итак, что мы имеем? Понятно, что H1 Это подгруппа G1 А G1, как раз к ней применимо предположение индукции Свободная Абелева группа с базисом G1, Gn минус 1 То есть ранга N минус 1 Итак, по предположению индукции H1 свободная Абелева группа Ранга K я напишу Где K Меньше либ равно N минус 1 К меньше либ равно N минус 1 Ну и стало быть, у H1 тоже есть свой базис Пишем пусть H порождается элементами H1, H2 и так далее H1 и так далее H1 это базис H1 Так, ну вот наша ближайшая цель построить базис Так, здесь H1 H1 имеет базис H1HK Значит, наша цель С помощью базиса в H1 построить базис в H И тем самым доказать, что H Тоже является свободной Абелевой группой И, а именно, у нас у H будет Базис строится следующим образом Ну, во-первых, может оказаться так Что у нас H уже совпадает с H1 Давайте запишем В случае А Пусть H совпадает с H1 Тогда все доказано Все доказано И H является свободной Абелевой группой Ранга K А K не превосходит N минус 1 Все доказано Так, а теперь второй случай B Пусть H1 строго меньше H Тогда найдутся элементы H Принадлежащие H минус H1 То есть лежащий H, но не лежащий H1 Давайте какой-нибудь такой элемент H я напишу Он должен раскладываться, естественно, по базису G группы То есть иметь вид G1 и так далее Gn умножить на альфа-1 Альфа-2 Альфа-N Понятно, что альфа-Иты принадлежат Z Сразу заметим, что вот этот последний коэффициент альфа-N Должен обязательно отличаться от нуля Почему? Потому что если на секунду предположить, что альфа-N равно нулю Тогда H малые будут раскладываться по базису G1 Gn минус 1 А G1 Gn минус 1 это базис под группой G1 И тогда окажется, что H лежит в H1 малое H1 А мы взяли H, не лежащий в H1 Напишу Так как H не принадлежит H1 Отсюда следует, что альфа-N не равно нуля Понятно, что если какой-то элемент H имеет отрицательное значение альфа-N То минус H будет иметь, наоборот, положительное значение альфа-N Я к тому, что среди вот этих чисел альфа-N Отличных от нуля всегда найдется какое-то, которое является наименьшим положительным числом По всем таким элементам H, принадлежащим H минус H1 Итак, я напишу Выберем Из элементов H минус H1 Элемент Имеющий наименьшее положительное Наименьшее положительное Значение альфа-N Это немножечко похоже на то рассуждение, которое мы делали, когда доказывали, что у нас в любой циклической группе бесконечного порядка Всякая подгруппа тоже является циклической Мы там тоже выбирали наименьший положительный элемент в подгруппе Ну а здесь мы выбираем в H минус H1 элемент, имеющий наименьшее положительное значение альфа-N Ну и обозначим его Обозначим этот элемент H, напишу так, K плюс 1 Итак, H, K плюс 1 у нас принадлежит H минус H1 Так, ну и теперь наша дальнейшая цель следующая Теперь такая, показать, что как раз у нас система H1 и так далее H, K, H, K плюс 1 Это и будет базис Базис H Смотрите, вот если мы сейчас докажем, что такая система H1, H, K и H, K плюс 1 Это новый добавленный элемент Что это базис в H Тогда можем сказать, что да, H будет свободная абелева группа Ранг которой будет какой? K плюс 1 А K плюс 1, естественно, в силу этого неравенства будет меньше либо равен N И полностью теорема тем самым будет доказана Так, ну давайте Как доказать, что это базис Ну, сначала нужно показать, что каждый элемент из H По этим элементам раскладывается Итак, давайте возьмем Произвольный элемент Х Произвольный элемент из H И Х разложим по базису G1, G1 И запишем Как G1, G2 и так далее Gn Умножить на Бета 1, Бета 2, Бета n Так, сразу видно, что если Бета n равно нулю Бета n равно нулю То в силу того, что Х принадлежит H И будет раскладываться по элементам G1, Gn-1 Х будет одновременно лежать и в H1 А раз Х лежит в H1 То он будет раскладываться по элементам H1 и так далее Hk Которые образуют базис H1 И тогда все, естественно, будет доказано Что Х будет раскладываться в частности и вот по этим векторам От H1 до Hk плюс 1 Итак, в случае, когда Бета n равен нулю, очевиден Напишу так Если Бета n равно нулю, то отсюда легко следует, что Х принадлежит H1 Все доказано Так, значит, теперь рассмотрим случай, когда Бета n не равно нулю И тогда вот этот Бета n мы разделим на альфа n с остатком Давайте я сюда вот перейду Так, надеюсь, что здесь видно будет Итак, разделим Бета n на альфа n с остатком Напишем Бета n равно Q умножить на альфа n плюс остаток R Где R, естественно, будет меньше строго, чем альфа n Но больше и равно нулю Как всегда, остаток должен быть меньше делителя Так, тогда давайте рассмотрим случай, если R не равно нулю Если R не равно нулю Остаток этот окажется не нулевой То элемент Х минус Q H К плюс 1 Вот такой элемент У него будет очевидно Последняя координата будет равна R Вот так Будет иметь Иметь R В качестве последней координаты В то же время видно, что у нас Х в этом случае Принадлежит H H, K плюс 1 принадлежит H Значит, весь этот элемент будет принадлежать H Но мы сказали, что мы выбрали H, K плюс 1 Такой элемент из H, который имеет наименьшее положительное значение Вот его указали альфа n Последнее наименьшее положительное значение Последней координаты А здесь окажется, что другой уже элемент А именно Х минус Q H, K плюс 1 Будет иметь в качестве последней положительной координаты R Которая еще строго меньше, чем альфа n То есть в этом случае получается противоречие С выбором элемента H, K плюс 1 Потому что мы нашли другой элемент, который имеет еще меньшее значение Последней координаты Итак, получили противоречие Выбором элемента H, K плюс 1 Поскольку вот этот элемент имеет последнюю координату еще меньше, чем у H, K плюс 1 Сейчас буквально еще пара минут, и я закончу доказательства Так, теперь давайте Значит, раз у нас R не равно нулю, приводит к противоречию Значит, отсюда следует, что R равно нулю А раз R равно нулю, значит, получается, что Бета n равно Q умножить на альфа n Так, ну тогда мы можем записать, что X в этом случае X в этом случае X минус Q H, K плюс 1 в этом случае Будет иметь последнюю координату уже равную нулю Раз R у него равно нулю Значит, он будет принадлежать, этот вектор будет принадлежать H1 X минус Q H, K плюс 1 принадлежит H1 А значит, X будет принадлежать H1 плюс группа, порожденная H, K плюс 1 Ну и, соответственно, отсюда следует, что X принадлежит подгруппе, порожденной элементами H1, H, K H, K плюс 1 Такой подгруппе, порожденной этими элементами Ну, потому что H1 у нас имеет в качестве базиса Где-то я записал H1 имеет в качестве базиса H1 и так далее, H, K Итак, произвольно взятый элемент X из H Раскладывается по элементам от H1 до H, K плюс 1 Что нам осталось доказать? Что эти элементы независимы Итак, я напишу так Покажем Что элементы H1 и так далее H, K плюс 1 Независимы Тогда вот это действительно будет базис А если это будет базис, то теорема 3 будет тем самым доказана Так, ну давайте составим какую-то целочисленную линейную комбинацию Чтобы доказать, что это независимая система Запишем так Сумма гамма Итых H Итых по И от 1 до K И отдельно напишу слагаемое Плюс гамма К плюс 1 На H К плюс 1 Вот предположим, что такая целочисленная линейная комбинация Равно 0 Напишу так Гамма Ж и Т Независимы Элементы от H1 до HK принадлежат у нас H1 А значит, в качестве последней координаты будет иметь нули Значит, получается, если мы посмотрим на последние координаты Она у нас будет такая Последняя координата Вот у этого элемента Она будет такой Гамма К плюс 1 У HK плюс 1 последние координаты альфа N Альфа N у нас, напомню, не равна нулю Так выбрали альфа N Это положительное число, на самом деле И в то же время Эта последняя координата должна равняться нулю Вот в силу самого вот этого равенства У нас же справа элемент 0 Который имеет все нулевые координаты Получается, что эта последняя координата должна равняться нулю Впилот того, что предыдущие слагаемые последние координаты нулевые Итак, отсюда что следует? Это не равно нулю, произведение равно нулю Значит, гамма К плюс 1 равно нулю Гамма К плюс 1 равно нулю Хорошо Теперь у нас получается более короткая линейная комбинация Сумма гамма ИТ, H ИТ равно нулю По И от единицы до К Но так как у нас H1 и так далее HK это базис Вот у нас написано H1HK это базис H1 Значит, все коэффициенты в этой линейной комбинации должны равняться нулю Отсюда следует, что все гамма ИТ равны нулю Все гамма ИТ равны нулю Итак, предположив, что есть у нас какая-то зависимость Между элементами H1 и так далее HK плюс 1 равная нулю Мы показали, что все коэффициенты в этой зависимости Обязаны равняться нулю Значит, эта система H1HK плюс 1 независима И тем самым теорема 3 доказана Так, все на сегодня Спасибо за внимание До свидания